Добрый день! Сегодня мы приехали в Екатеринбург. Как ни странно, здесь замечательная погода, светит солнце и наступило настоящее бабье лето. И листва отражается золотом и светится очень красиво. И за моей спиной находится храм Большой Златоуст. Он был построен недавно, в 2013 году совершено его освящение. Построен на месте прежней церкви. Храм Колокольня. Здесь выяснится большой колокол весом в тысячу пудов, это 16 тонн. И при храме создана школа колокольного искусства. А настоятельствует здесь отец Виктор, который, как ни странно, готовить не умеет, как он сам признался, но делегировал для этого дела свою матушку. Мы познакомимся с отцом Виктором с начала интервью. И, конечно, небольшой мастер-класс от матушки Людмила. А храм замечательный. Если вы когда-то будете в Екатеринбурге, не пройдите мимо. И дело в том, что этот храм пройти невозможно. Он в самом центре большой, величественный. И всех каждый день зовет на службу, которая совершается здесь каждый день. Отец Виктор, скажите мне, пожалуйста, я знаю, что вы резко изменили свою жизнь когда-то, не так давно. Вот что этому послужило, поспособствовало? И как вы себя ощущаете вот сейчас? То есть что вас заставило? Быть достаточно благополучным человеком, занимать какое-то положение? То есть, как часто все думают, от беды какой-то. Ну, это не обязательно. Не обязательно от беды. К Богу по-разному приходят. И вот в церковь служить и работать в церкви тоже по-разному. И у каждого свой путь. Многое зависит от того, что встретить человека. И вот на моем пути встретился такой человек, когда я работал на Уралмаш-заводе, то там был генеральный директор Коровин Виктор Викторович, ныне усопший. И он был глубоко верующим человеком. И вот в беседах мы часто говорили о Боге, о церкви, о служении. Они посещали богослужения, сначала пасхальные, по двунадесятым праздникам, потом чаще. И вот таким образом происходило воцерковление. И часто дела, которые на заводе, они соизмерялись с заповедями божиими. То есть это возможно совмещение? Да, это возможно. То есть всякое делание, оно имеет такую нравственную основу. И вот когда это происходит, вот в соединении с заповедями, то это хорошо. Тогда всякое дело, оно получает такую вот оценку, самооценку. И ты говоришь, правильно это или неправильно, хорошо это или нехорошо. И это дает возможность какие-то решения не принимать. А какие-то принимать. Если это в интересах людей, то такие решения надо принимать. Если это как-то неправильно и получается какая-то сделка с совестью, то этого не надо делать. Поэтому на самом деле вот вера, она помогает человеку, где бы он ни был. Или он работает на заводе, или где-то в ином месте, или служит в церкви. Это очень полезно. Вот. И вот таким образом я, значит, пришел к пониманию служения в церкви. И когда уже Коровина не было в живых, вот. Но я чувствовал его поддержку, вот, поскольку я думаю, что он в тихой обители, он часто говорил, что вот такие слова, что у Господа много тихих обителей, и дай Бог, чтобы такая обитель нашлась и вот для него. Вот. Вот. Поэтому вот таким образом, то есть вот встреча с человеком, я помню, когда... Ну, некий такой путевождь. Да, да. В хорошем смысле. Да, да. Вот как раз это было то время, когда строился храм Рождества Христова на Уралмаши. И мы находимся сейчас в трапезной. Она, может быть, не очень большая, но большого высокого храма. Над нами как раз колокольня. И храм-то и называется, если вы не забыли, Большой Златоуст. И нас приветствует в этой трапезной хозяйка, можно сказать, матушка Людмила. Да? Матушка, вот расскажите, как вы стали матушкой? Ой, я начну с детства. У меня была бабушка... Ну, тогда передачи нам не хватит, если с детства. А я кратко. Бабушка у меня жила в Курганской области, и она ходила пешком в Верхотурье. Два месяца шла, чтобы помолиться там. И когда я приезжала летом, она всегда говорила, если ты хочешь быть счастливой, ты должна быть очень доброй. Учи с детства доброте, и тогда ты будешь счастливая. Я действительно очень счастливая, потому что у меня есть отец Виктор. Я так благодарна ему, что он у меня в этой жизни есть, потому что он меня всему как бы и научил. Он очень культурный, образованный. Добрый. Добрый. Стихи пишет и очень любит детей, очень любит внуков, детей. И поэтому я ему благодарна за это, что он тоже добрый. И вот у нас какой-то тандем вместе с ним. Сколько лет прожили? Мы помогаем. Мы прожили 41 год будет. Вот. И мы как бы... Он мне помогает, я ему помогаю. То есть куда иголочка, туда и ниточка. Он ушел, когда с работы пришел юристом в епархию. И я ушла из детского сада, была музыкальным работником, отработала 30 лет и стала помогать. Мы потом пошли в храм, там я в этом храме помогала, потом пришли сюда. Чем вы обычно кормите? Даже архиереев, которые у вас бывают в храме. Самые простые салаты какие, рассказывайте. Да. Смотрите, у нас такой замечательный салат, значит, есть. Он очень легкий. Мы, значит, берем огурец свежий, свежий помидор, свежий помидор. Значит, потом берем кукурузу. Ну, самое простое. Да, простое. Сыр. Кубиками нарезаем, тоже добавляем сыр. И заправляем его не майонезом, не там маслом подсолнечным, а смешиваем масло подсолнечное, вот такую вот горчицу, русскую горчицу. То есть делаете соус? Да. Что в вашей жизни, вот самое главное, вы считаете? Вот некая квинтэссенция жизни? Самое главное в жизни, я считаю, это семья, это церковь и дети. У нас сколько детей? У нас двое детей. А внуков сколько? И четверо внуков. Мы растили в любви. Я никогда голоса не повышала. Я никогда не шлепала там детей. Я в доброте и в любви растила детей. Ну и самая любимая ваша песня по жизни? Любимая песня? Да как бы много песен. Ну мне вот нравится песня. Миленький ты мой, возьми меня с собой, и там в краю далеком назовешь меня женой. Ну там грустно очень. Да, очень грустно. Там очень грустно. Она лирическая такая как бы. Нет, у меня очень хорошая песня, я просто слова немножко подзабыла. Самая главная вот задача матушки какая? Любить прихожан, любить людей, с которыми ты вместе, помогать, если что-то надо. Вот это главное, я думаю. Вот так вот, да, получается красиво, если все уложить, оформить. И самый простой салат можно очень интересно подать. Можно попробовать? Да, конечно, попробуйте. Скажите нам, пожалуйста, матушка, напоследок, какое-нибудь слово назидание. Обычно батюшки говорят, а теперь вы скажите. Слово назидание. Я желаю, что вот в жизни, я считаю, что самое главное в жизни это семья и люди, которые рядом с тобой. И чтобы все любили. Мне так хочется, чтобы все друг друга любили. Когда все любят, тогда все в жизни хорошо. И детям хорошо, и близким хорошо, и родным хорошо, и знакомым, и кто рядом с тобой. Ну, на такой, наверное, очень простой и позитивной ноте мы прощаемся, говорим до свидания, скорее всего. А к матушке в гости мы придем еще раз, потому что у нее очень много рецептов, каких-то маленьких таких находок. И матушка нас, наверное, примет еще раз. Мы живем с вами в замечательное время. С одной стороны, мы все всегда ругаем то время, в котором нам выпадает жизнь. Но вы только оглянитесь и посмотрите, в общем-то, сколько нам довелось, и мы стали свидетелями возрождения храмов и монастырей. За моей спиной вот как раз двери храма Большой Златоуст, который проходит иногда в день огромное количество людей. Вы только оцените эту возможность, которую нам даровал Господь. Именно мы можем спокойно зайти, открыть эту дверь и быть в храме. И, в общем-то, мы сегодня познакомились как раз с рецептами и с наставлениями отца Виктора, настоятеля этого храма. С такой любовью нас встретила матушка Людмила. Ну, а мы прощаемся с вами и говорим вам до новых встреч. В следующей программе через неделю мы обязательно встретимся.